Седьмой лайфхак И звучит он так Не старайтесь стать счастливыми Рэйчел не везло с молодыми людьми Она была умной и симпатичной девушкой Но очень и очень стеснительной И совсем не умела нравиться парням Конечно, она старалась флиртовать с ними На работе, в спортивном клубе, где она по вторникам играла И даже в церкви Но ничего путного в ней не выходило Расстроенной и разочарованной Она обратилась в брачное агентство Заполнила анкету, сдала И вскоре отправилась на первые свидания Большинство из них прошли отлично Но она так ни в кого и не влюбилась И самое интересное, что никто не пригласил ее на второе свидание По прошествии определенного времени Девушка решила, что зря тратит время и деньги И уже была готова сдаться Но друзья уговорили ее попробовать еще раз Они рассказали ей о так называемых быстрых свиданиях Где за один вечер можно встретиться с 10 молодыми людьми Причем на каждое свидание отводилось всего 8 минут В конце вечера всех участников просили назвать тех, с кем им понравилось проводить время Если симпатия оказалась взаимной, кандидаты получали информацию друг о друге Рэйчел отметила трех молодых людей, но ответа так и не получила Видимо, ее никто не выбрал Организаторы уговорили ее прийти еще на один вечер Но и во второй раз ей не удалось добиться успеха После чего она решила, что с поиском пары пора заканчивать Друзья оформили ей подписку на службу знакомств в сети Но и там ничего путного не получилось Не зная, что делать дальше Она решила, что ей просто не суждено найти свою половинку Однажды вечером, после тяжелого дня на работе Поняв, что у нее нет сил готовить ужин Рэйчел решила заказать пиццу Пиццу привезли Когда девушка открыла дверь, у нее перехватило дыхание Дыхание перехватило Курьер оказался самым красивым молодым человеком, которого она когда-либо видела Нельзя сказать, что он был красавцем в обычном смысле этого слова Но у парня по имени Дерин были большие добрые глаза И улыбка, от которой Рэйчел просто растаяла Он стоял, терпеливо ожидая, пока девушка расплатится А она, смущаясь и краснея, копалась в кошельке, выбирая нужную сумму Когда он ушел, Рэйчел вдруг поняла, что забыла дать ему чаевые Весь день она думала о нем Вечером из приятных воспоминаний ее вывел дверной звонок Рэйчел открыла дверь и увидела Дерина еще с одной пиццей в руках Она была очень рада его видеть, но не вполне понимала, что происходит Я не заказывала пиццу, сказала она Компания платит, ответил Дерин Мы иногда дарим пиццу самым ценным клиентам Но я заказывала у вас пиццу только один раз, сказала Рэйчел Нашим самым ценным клиентам, повторил Дерин сияя улыбка Ценным, а не регулярным На следующий вечер Рэйчел снова заказала пиццу И, конечно же, ее привез Дерин В тот вечер он пригласил ее на свидание И скоро они безумно влюбились друг в друга И у них начался увлекательный роман Любовь пришла к Рэйчел тогда, когда она перестала ее искать и надеяться Давайте послушаем, что говорят мудрые люди по этому поводу Я не знаю ключ к успеху, но ключ к провалу Это стараться всем понравиться Билл Косби, актер, режиссер, музыкант, политический деятель Я выяснил для себя, что успех измеряется не столько должностью, которой кто-то добился Сколько теми препятствиями, которые ему пришлось преодолеть по пути Букер, Вашингтон, оратор, политик, писатель Прилагая к чему-то усилия, мы с легкостью преодолеем сложности Я, конечно же, имею в виду сложности, которые предстают перед другими Марк Твен Если ты держишь слона за задние ноги, а он старается вырваться и убежать Лучший выход – это дать ему это сделать Абрахам Линколь Я намерен жить вечно или умереть в попытках достичь вечности Граучио Маркс, актер Откажитесь от стремления к совершенству Если вы считаете, что сможете стать счастливым только если все в жизни будет идеально Только если все будет только так, как вы себе наметили, как вы ожидаете То, скорее всего, наоборот, вы будете очень несчастным Идеал труднодостижим И шанс на него крайне мал Однако, значит ли это, что нам придется понизить планку своих ожиданий? К счастью, друзья, нет Можно устанавливать сколь угодно высокие стандарты Но придется научиться менять свои ожидания в соответствии с предложением Потому что многие впадают просто в депрессию Впадают в ярость, впадают, я не знаю, в печаль Всякое то, вот если их ожидания не оправдываются И, конечно, хорошо иметь высокие стандарты Но если вы хотите всегда все делать идеально На пути к вашему личному счастью Я вас уверяю, вырастет непреодолимая стена Вот просто непреодолимая Поэтому нужно принять тот факт, что лишь немногие вещи совершенны И надо немного снизить планку Чтобы поставленные цели были достижимы Тогда все будет замечательно Далее, что следует сделать Это следует решить для себя Когда вы готовы побыть несчастными Потому что все время счастливым быть невозможно Это нереально Поэтому нужно определить, где лежат ваши приоритеты Где лежат они В каких областях жизни вы стремитесь достичь совершенства А где вы, наоборот, снижаете требования Таким образом мы концентрируем внимание На важнейших моментах нашей жизни А другие моменты мы слегка отодвигаем Очень важно решить В каких областях вы будете довольны Вот только идеальным результатом Вот другой вас ничего не устроит Ни хорошо, ни средний, никак Вот надо вам миллион И вы вот только миллион И все, меньше И вас не устраивает Там 999 И вас не устраивает Только так Либо вам только вот такой автомобиль Либо только такая кожа И так далее и тому подобное То есть очень-очень важно Это решать В каких областях вы будете довольны Только идеальным результатом А где вам придется ставить более скромные цели Следующий очень важный момент Это учитесь как и когда отдыхать от дел Потому что многие не умеют это делать А нужно уметь отдыхать и отвлекаться от дел Оставляя там некоторые задачи невыполненными Потому что если в вашей жизни Одновременно происходит очень много событий То нужно отказаться от поиска счастья И будьте довольны тем, что у вас есть Если происходит очень много событий Потому что очень может быть Что озабоченность Или какое-то беспокойство Вызывает только несколько событий В то время как остальные дела идут хорошо А вот что-то у вас из этих дел вызывает беспокойство И потом это отражается на всех событиях На все, что происходит в вашей жизни Поэтому озабоченность То есть беспокойство нужно откладывать И нужно отдыхать Учиться нужно абстрагироваться, отдыхать И это нужно запланировать заранее Как вы будете отдыхать И когда вы будете отдыхать от дел Поэтому рассматривайте ситуации Ваши ситуации со всех ракурсов Как я говорится, под разным углом Как я ранее говорила в других лайфхаках Определите те стороны вашей жизни В которых все хорошо И успокойтесь Учитесь разным методам И методикам глубокого расслабления Я здесь не буду давать Потому что есть Учитесь медитации, медитировать Может быть как-нибудь Я запишу Есть очень-очень у меня хорошая медитация Самое главное, что она дается легко и просто каждому Кто только захочет Поэтому очень важно учиться методикам глубокого расслабления Ну и подведем итоги, друзья Чтобы достичь Вот чтобы достичь максимального потенциала на пути к счастью И быть счастливым, соответственно, как можно чаще Нужно научиться отдыхать Отключаться, абстрагироваться от всего И забыть о том, что вы стремитесь к счастью Что вы стремитесь стать счастливым Важно, просто, ну забудьте Все, вы к этому не стремитесь Забыли, как говорится Положили на полочку и все Научитесь отвлекаться И выходить из борьбы хотя бы время от времени Вы знаете, есть такая тоже методика Вот ее лично использовала моя дочь Когда вот она попала на семинар Первый семинар Роберта Киасаки В России вообще первый приезд Роберта Киасаки Она очень хотела его видеть И она вот это вот, ну да, промелькнуло у нее желание Да, она загорелась вот этим Но она, как говорится, перенесла его на верхушку Перенесла его в будущее и вернулась И дальше занималась там своими делами Отдыхала, гуляла, играла и так далее И когда открылось, когда стало известно Что Роберт приезжает в Россию И вот так вот То тогда уже предприняли, как говорится, все возможные Предприняли шаги, чтобы попасть на его семинар Поэтому очень просто, да Перенесли в будущее и дальше Делайте свои дела, но отвлекайтесь Это не менее важно, чем сам процесс поиска счастья Если дела идут со скрипом Постарайтесь правильно расставить приоритеты Очень важно, повторюсь, из других лайфхаков Правильные ценности, ваши ценности, ваши приоритеты, ваши цели Именно ваши Поэтому расставляйте им правильно приоритеты И жизнь не остановится Хочу сказать, что Ну, ни на миг не остановится Даже если вы не выполните какую-либо из задач вовремя Ничего страшного не случилось Поэтому отвлекайтесь Как говорится, расслабляйтесь Абстрагируйтесь Я желаю вам хорошего Такого радостного отдыха Счастья С вами была Анастасия Час И пока-пока До следующего лайфхака Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки Пишите комментарии Делитесь с друзьями Задавайте вопросы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!